Добрый день дорогие друзья, с вами Альтерман Игорь. Тема урока функция ШИМ Широтно-импульсная модуляция в CPU-S7200. Что такое ШИМ вы конечно знаете, посмотрим как настроить и проверить ШИМ в работе. Вы видите открытый проект с контроллером 1214C. Для любого CPU-S7200 можно использовать до 4 каналов ШИМ. Каждый из этих каналов вы связываете со встроенным дискретным выходом самого CPU, если выходы не релейные, либо с выходами дополнительной сигнальной платой установленной в CPU. В данном CPU выходы релейные, поэтому мы будем делать ШИМ с помощью сигнальной платы DQ4. У нее 4 выхода. Стартовый адрес 4 и в данном уроке мы будем использовать выход с адресом Q4.0 в качестве первого канала ШИМ. Управление длительностью импульса мы будем выполнять с помощью изменения аналогового сигнала в диапазоне 0.10 вольт. Наш CPU имеет два встроенных аналоговых канала. Адрес первого канала 64 и мы будем его использовать для измерения аналогового сигнала. Настройка ШИМ выполняется в разделе Pulse Generators. Вы видите 4 канала PWM. Выбираем первый канал. Включаем разрешение и переходим к настройке параметров. Тип PWM все правильно. База времени два варианта миллисекунды и микросекунды. Для большей точности выбираем микросекунды. Диапазон будет меньше, но нам и не нужен большой диапазон. Здесь задается формат или значение величины для стопроцентного заполнения выходного сигнала. Hundreds это будет 100, 1000, 1000, 10000, но и S7 аналог формат это число 27648. Выберем 10,000, то есть если нам нужна скважность 2, то есть импульс равен половине периода или половина мощности можно сказать, то в ШИМ нужно будет записать число 5000, поскольку ширина задается из диапазона от 0 до 10000, а 5000 это половина диапазона. CycleTime это максимальная длительность импульса. Вот здесь в Help показана единица CycleTime, можно также сказать, что это период сигнала, а двойкой обозначена регулируемая длительность сигнала. Введем здесь число 20000, 20000 микросекунд, то есть это 20 миллисекунд или 50 герц. Начальное значение нам не важно, оставим 50. В разделе Hardware Outputs вы указываете адрес импульсного выхода. Предлагается как раз то, что нам нужно, это адрес Q4.0. Среди вариантов выбора вы видите только адреса сигнальной платы. В разделе Input Output Addresses вы можете выбрать начальный адрес, по которому вы будете управлять каналом ШИМ. Нам предлагают адрес 1000, согласимся, в программе он будет указываться как QV1000. И, наконец, в разделе Hardware ID мы видим уже назначенный идентификатор, он равен 265. Запомним его, дальше я покажу для чего он нужен. Теперь перейдем к составлению небольшой программы. Запишем ее в циклический блок с циклом 100 миллисекунд. В первой секции мы будем подготавливать величину для задания длительности импульса. Преобразуем код, полученный с аналогового канала, в число из диапазона от 0 до 10000. Для этого сначала выберем команду Нормирование. С ее помощью мы получаем дробь, в идеале правильную, то есть меньше единицу, показывающую, какую часть от максимума составляет наш аналоговый сигнал. Минимальное значение 0. Value код с аналогового канала. Введем адрес канала IV64. Вы видите сразу имя сигнала, которое я ввел ранее. Max 32 767. Выход Out нужно куда-то записать. Запишем раздел локальных переменных блока. Введем имя tempR, тип real и укажем его на выходе out. Далее применим команду scaleX. Она преобразует нашу дробь в число из того диапазона, который нам необходим. Укажем минимум 0, максимум 10000. То есть в этом диапазоне мы будем получать результат изменения аналогового сигнала. Value это дробь tempR. Выход out запишем также в локальную переменную с именем pulse, тип dint. На выходе out можно было бы сразу указать адрес канала шим, но поскольку эту секцию я назвал подготовка, то запись в шим сделаем в новом нетворке. Введем здесь элемент move. На входе переменная pulse, на выходе адрес первого канала шим. QV 1000. Для разрешения работы шим необходима специальная инструкция, поэтому организуем новый нетворк. Из раздела Extended Instruction выберем команду control pvm. Это действие затребовало блок данных. Согласимся с назначениями и подтвердим ok. Для параметра pvm мы должны указать идентификатор канала шим. Нажмем кнопку выбора, выберем системную константу local pulse 1 и вы видите, что ее значение 265, то есть то, которое мы видели в настройках шим. Вход enable используется для разрешения работы шим. Единица есть импульсы, 0 нет. Введем здесь адрес i4.6. Это адрес от тумблера моего учебного пульта. Все приготовления сделаны. Теперь загрузим конфигурацию и программу в контроллер. И запустим CPU в работу. Включим режим монитор. Переведем отображение в десятичный формат. Вы видите, что светодиод, который подключен к шимовскому выходу не горит. Включим тумблер. И у нас теперь светодиод еле светится. Это уже работает шим. Просто длительность импульса очень мала. 42 это 10 тысяч приблизительно 1,02 от максимальной длительности. А с учетом периода 200 миллисекунд можно говорить об 1,02 яркости светодиода. Увеличим аналоговый сигнал. Яркость увеличивается. Сейчас, исходя из текущей величины, можно утверждать, что светодиод управляется импульсами со скважностью 2. Увеличим еще сигнал. Подошли почти к максимальной длительности. Теперь я вращаю ручку потенциометра и мы видим изменение яркости светодиода. Выключаю тумблер. Сигнал снимается. Включаю. Сигнал появляется. Установим опять равномерные импульсы. Сейчас мы их увидим, но для этого нужно увеличить период импульсов, например, до 1 секунды. Это можно сделать в режиме конфигурирования параметров CPU, но будем делать в рантайм режиме. Это возможно только для CPU, начиная с версии 4.0. Для этого нужно подготовиться. Переведем проект в офлайн. Откроем окно с конфигурацией. Перейдем в раздел параметры Assignment и отметим этот чекбокс. В появившемся окне сообщается, что адрес модуля, то есть адрес канала, был изменен. И предлагается изменить ранее назначенные адреса, это функция ревайра. Или не менять. Скажем нет, то есть сами поменяем адреса. Посмотрим, как изменились адреса канала. Теперь предлагается стартовый адрес 1008, а последний 1013. То есть появились дополнительно 4 байта, начиная с адреса 1010. С точки зрения CPU это адрес QD1010. По этому адресу можно будет записывать число, равное максимальной длительности импульса. Причем в тех единицах, которые заданы в настройках. В нашем случае в микросекундах. Перейдем в программу. Изменим адрес шим-канала на QV1008. Именно это теперь стартовый адрес. Загрузим CPU hardware и программу. Подтвердим лод. А затем финиш. Посмотрим программу в режиме монитор. Значение 4500 указывает на равномерность импульсов. Откроем watch-таблицу, которую я предварительно подготовил. Это адреса для управления шим-каналом. Включим наблюдение. Видим показания с адреса QV1008. Это число 4479. Из максимально возможных 10000. А число 20000 по адресу QD1010. Это как раз период следования 20 миллисекунд. Ведем рядом в колонке modify value число 1 миллион. Это длительность в микросекундах, то есть я хочу получить период в одну секунду. Нажмем на эту кнопку однократной записи. Число изменилось. Видим, что наш светодиод работает в мигающем цикле с частотой примерно 1 раз в секунду. Сейчас я покажу, как можно построить график изменения нашего импульса, а при желании и измерить его временные параметры. Это можно сделать через специальную функцию trace, которая также доступна для цепус версии 4.0. Вот я открыл пустой trace и нахожусь в режиме конфигурирования. Первоначально мы должны задать сигналы, которые будем отслеживать. Нажмем на эту кнопку и выбираем сигнал из списка. Это будет сигнал с именем PWM-SIM с адресом I50. Дело в том, что импульсный сигнал устанавливается у нас на физическом выходе Q4.0. Но сам сигнал в память Q4.0 не пишется. Поэтому я предварительно соединил выход Q4.0 со входом I50 контроллера. Имя этому входу я дал заранее. То есть изменение шим сигнала мы будем отслеживать через изменение ячейки памяти I50. Добавим еще один график. Сигналом будет адрес QV1008. Цвета нас устраивают. Зададим параметры измерения. В поле Sample укажем не блок OB1, а OB30. В поле Record указана единица, то есть один цикл, а именно цикл OB30. То есть запись новых значений на графике будет проводиться с интервалом 100 миллисекунд. Перейдем в закладку «Диаграмм». Загрузим Trace в контроллер. Зададим максимальное значение для QV1008, а именно 10000. То есть шкала игрок будет фиксированной в диапазоне от 0 до 10000. Активируем запись. Видим равномерные импульсы шим сигнала с периодом 1 секунда. Уменьшим временной интервал для оси Х. Изменяя аналоговый сигнал, видим, как изменяется длительность импульса. На этом будем заканчивать урок. Спасибо, что вы досмотрели его до конца. Если вы хотите продолжение этой темы, а именно рассмотреть вопрос о программном методе реализации шим сигналов, то ставьте лайки, пишите плюсы в комментариях. Как будет 50 лайков или комментариев, я запишу обязательно урок на эту тему. Спасибо за внимание. До новых уроков. Субтитры сделал DimaTorzok